Приветствую вас. Я, если честно, не очень понимаю, в чём ваш вопрос заключается. Нет, серьёзно. Вы пишите, что вот так и так я не могу справиться с обидой. Девятилетняя обида у меня на мой взгляд. Ну, в принципе, это можно понять. Есть обида. Хорошо. С обидами можно работать, что это обида, это как бы про чувство в основном. Это именно про чувство, это именно про реагирование. Вы же пишите, что у нас обида вплоть до депрессии, что, с одной стороны, требуется подтвердить врачом, психотерапевтом, психиатром, либо клиническим психологом, чтобы у вас нет депрессии или есть, тогда нужно лечение. Вот. То есть тут понятно. Обиды вас подавляют. Хорошо. Девять лет назад вы пишите, что он год умолял выйти за него замуж. Вы знаете, Рада, вы пишите, что вы Раиса, в тексте вы пишите, что Рада, ну, буду обращаться к вам Раду. Вы знаете, Рада, а вам не показалось странным? Вот именно странным не показалось, что мужчина именно умоляет вас выйти за него замуж. Умолял, точнее, выйти замуж. То есть, не показалось ли вам странным, что человек очень сильно, как будто бы, нуждался в вас? Даже, может быть, не в вас, а именно в том, чтобы вы вышли за него замуж. Понимаете, какая история? Так вот это вот, это вопрос к вам, у меня. Человек умоляет, да, человек просит, человек, ну, возможно, даже требует. Я вот тут уже не берусь утверждать, но, возможно, человек требует. Чтобы вы вышли за него замуж. И возникает вопрос. Вы, выходя за него замуж, какой целью руководствовались? Выходя замуж, вы чего хотели? Сами. Что вам было нужно? Именно вот, выходя замуж за него. На что вы рассчитывали, например, чего вы ожидали, например. И так далее. Вот. Потому что, вот так, если подумать, если подумать по существу, то, если вам 50, как вы говорите, вам 54 года, да? Давайте этот момент уточним. Так, эээ, да, вам 54 года, ему около 60 лет. А, до этого мы были, эээ, не замужем. Это было 45 лет, 45 лет, когда вы вышли замуж. И с чем это связано? Это вряд ли случайно. Ну, ну, на мой взгляд. На мой взгляд. На мой взгляд. Это вряд ли случайно. Вот. Понимаете? Если у этого есть причины, эээ, что вы, вот, в 45 лет, эээ, одна были, и вас, эээ, мужчина умолял выйти замуж. Ну, у меня есть подозрение относительно того, насколько у вас, эээ, насколько вы, точнее, выстраиваете, эээ, отношения, да, эээ, скажем так, эээ, ну, гармоничные, да, гармоничные и здоровые. Вот. Есть у меня, есть у меня, вот, эээ, подозрение. Понимаете? Поэтому, ну, именно, вот, по этому поводу у меня есть подозрение. То есть, для чего цель отношений какая? Какая? Понимаете, да? О чем идет прежде. Дальше. 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 Зачем пять лет я уговаривала его купить квартиру? Жили на съемной. Он меня не слышал, не видел, был крайне развращен моими представлениями по поводу покупки квартиры, чем довел меня до клиники неврозов. Так, Раба, ну, эээ, здесь, эээ, опять же, нет у вас личной ответственности. То есть, почему он довел вас до клиники неврозов? Почему он должен покупать, эээ, квартиру? Почему он должен слышать, эээ, слышать вас, эээ, слышать, слышать вас? Вот. Почему он должен так, так делать? По какой причине, эээ, вы считаете, что он должен, это что, вам? Вы говорите, что пять лет я уговариваю его купить квартиру, но не хочет человек покупать квартиру, вы это, вы видите, что он не хочет покупать квартиру. Зачем? Зачем его уговаривать? Чтобы что? Вам нужна квартира, я это понимаю, вам нужна квартира. Ну так, эээ, вам же самостоятельно, эээ, нужно, эээ, значит, этого достичь, если вы нуждаетесь в, эээ, квартире. И всё. А то, получается, эээ, такая история, что, вам, ээ, мужчина, да, нужен, нужен, вот, исключительно, был, эээ, для того, чтобы, эээ, значит, эээ, ну, чтобы, грубо говоря, ээээ, получить, эээ, квартиру. Пока. Ну, пока вот так складывается ощущение, что вы на него сразу, эээ, перекинули ответственность за приобретение живоплощадь. Вот. Так же не совсем понятно, где вы жили до этого и где он жив, до этого, до замужества. Ну, до супручества. Кхм-кхм. Дальше. Так, эээ, мы в крайне сознательном моменте представления, я вам не на клинике невроз. То есть вы прикладываете ответ на другого человека. Эээ, важно понять. Делаете вы это постоянно или делаете это только с ними? Здесь у нас, эээ, налицо психологическая игра, эээ, всё из-за себя. Вот. И, соответственно, восприятие человека, в данном случае вашего мужа, восприятие вашего мужа, эээ, как, ну, наверное, как, эээ, как родители. То есть вы, вы, эээ, воспринимаете своего, эээ, мужа, как родителя. Вот. То есть вы, вы занимаетесь, эээ, детскую позицию по отношению к нему, да, вы, вы, ээээ, ну, спросите, там, уговариваете его, эээ, чтобы он купил, ну, чтобы вы купили квартиру. Вот. То есть это позиция ребёнка по отношению к родителю. О. Знаете. И, эээ, родитель ребёнка действительно может довести до клиники неврозов. Это правда. Это так. Потому что, ну, ребёнок, он ведь, эээ, действительно, как бы, зависим от, ээээ, родителя своего. Вот. Это нормально. Это нормально. Вот. Понимаете. Но вы-то, вы-то, эээ, вы-то не ребёнок уже, вы-то, да, вы-то взрослый человек уже. И вот непонятно, откуда у вас такое поведение. То есть такое впечатление, что вы себя, эээ, сами, чуть ли не сами, эээ, ввели в это состояние, да, в состояние неврозы. Для чего-то. Для того, чтобы, например, обвинить, обвинить мужа. Ну, или, не знаю, для чего-то ещё, эээ, ещё. Да, то есть здесь, ээ, могут быть, эээ, самые разные, в принципе, варианты. Здесь могут быть самые разные моменты, самые разные вообще, эээ, причины, причины. Вот. Но факт состоится фактом, что вы вините человека в своих, в своих проблемах. Вот. Видите, что он не хочет, ээ, покупать квартиру, видите, что он не отвечает вашим представлениям о том, как это должно быть. Расходитесь и всё. Вот. Дальше. Эээ, так. Значит, эээ. Следующее. Эээ, вы пишите, что он программист, зарабатывает, неплохо зарабатывает по поводу, так, ну здесь вы как бы, эээ, вы как бы его, эээ, считаете его деньги. Вот. По поводу, зря отвечал, позже купим. Эээ, значит. Ему около 60 на 54. В результате я сама купила на какую-то квартиру хрущёвку, моих денег хватило только на такую квартиру, у нас разные счета, у него, так стоит указывать свои деньги. А как вы это воспринимаете? Вы согласны ли вы пили изначально на это или нет? Я ему ради приличия или финансовой помощи мне пригласил жить в этой квартире, он согласился. А вы считали, что не должен соглашаться? Теперь в этой крокотной квартирке мне невозможно даже уединиться, я не могу его выносить. Ну так это ваша квартира, вы можете его вытянуть. В чём проблема? Покупать двухкомнатную квартиру он не собирается, он деньги на что-то купит. Опять же, это его деньги, если вас раздельно ведёт, почему вы считаете его средства? Говорит, ну крайне мало, в основном он молчит, мы раньше на здании только работаем, вечером выходные и праздничные дни. Ну опять же, это такой человек, он не изменится. Вопрос в том, почему вы его приняли? В отпуск мы едем в каждое свое место, хочу сказать, что Казмином он не способен, впрочем, как эксексом, 8 лет живём как брат и звезда. Ну опять же, вопрос к вам, принимаете вы его или нет? Он помогает материально, покупает продукты и так далее. Нужно узнать, что он не совсем здоровый человек, в плане социальной адаптации, не любимый, не очень общительный за мной. И вы такого мужчину выбрали себе? Эээ, так, помогите разобраться, возможно, я требую человека с психологической проблемой и того, на что он не способен. Да, это так, это так. Европа сейчас живёт с разными счетами, может это и у нас уже нормально. Да для кого как? Тут всё упирается в точку зрения. Если для вас это нормально, вы так живёте. Если вам так не нравится, вы так не живёте. Вот и всё, на самом деле, по сути. Понимаете? Ну вот. То есть, как бы здесь всё просто довольно. Вот. Если вы считаете, что у нас жить совместно на бюджете, здорово, но вам нужно тогда соответствующего мужчину выбрать, понимаете? Ну вот. И всё. Значит, вот, собственно, как можно вам ответить на ваш вопрос, да? То есть, первое, это ожидание, ваше желание, собственная реализация. Вот. Второе, это то, что вас не движет оставаться после мужчины, да? То есть, для чего и почему вы с ним остаёте, почему вы с ним вместе. Вот. Третье, это, значит, выражение ваших чувств, выражение ваших эмоций, ваших желаний и, возможно, личной границы. Вот у вас их нет. Вы в своей квартире, как бы, да? Вот ту квартиру, которую вы купили вы, она принадлежит вам, и вы не можете своих мужчинах. И тогда вы, ну, как бы, почему, да? Если вы купили сада. Вот. И плюс, ещё раз, вот, я бы поработал над мотивацией и мотивацией того, что вы делаете. То есть, чего вы хотите, и то, что вы делаете, это разные вещи. А нужно, чтобы это было всё-таки, ну, в одной, так сказать, линии. Вот. Вот так, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Что касается обид, то с обидами можно работать и нужно работать. Это вопрос ожидания и, собственно, ответственность за эти ожидания. Вот. Кто знает, может быть, вы специально выбрали такого мужчину, чтобы обвинять его в своих неудачах. Вот. Может быть, вы были несчастливы и добряка. Ведь вы же ничего не говорите, не говорите про любовь там и так далее. Умолял выйти замуж, это ещё не значит, что любил. Понимаете? Вот. Это тоже нужно разобрать. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!